есть ой ничего себе да вот пожалуйста нет хвоста за краешек губы не хитрый такой давно уже известный факт опять была поклевка здесь рыба не сидится мне дома думаю поехать на рыбалку хотя бы на пару часов под вечер уже вот так вот и вот смотрю куда поехать наверное все таки на асовская сейчас заскочу сюда на свой излюбленный уголочек вот он поворот и через 2 секунды буквально я уже на месте всего каких-то полчаса дороги для вас это еще быстрее все проходит и нахожусь я уже на берегу озера асовского сегодня гораздо будет рыбалка быстрее чем обычно у меня бывает менее двух часов времени у меня на все про все и заодно хочу проверить как стоит вообще выезжать на два часа на рыбалку если они как бы есть свободная и не знаешь что делать вот сегодня рискнул и решил попробовать вот погода уже более-менее стабилизировалась тепло мне даже в одном комбинезоне жарковато немного стоять но хочу сегодня воспользоваться по максимуму теми условиями которые есть зайти там где надо зайти 2-3 шага вперед чтобы вот эту рыбку вытащить из камыша и попробую сегодня в общем на два комплекта половить x1 собрал и тропара тропарой буду под ногами пробовать кого-то окунька на 1 грамм и на большой мотыль она x1 попробую покидать в облерки в общем сам еще точно не знаю что буду кидать повесил уже граде газ в 68 не 66 размере и на тропару как всегда мормышку в общем сейчас я учусь и надо на разных водоемах ее проверить как она себя покажет что как бы сложить такую картину целостную достаточно хотелось бы сегодня мордатого какого-то конечно окуня словить хотелось бы но как там будет никто не знаю в общем ладно два часа времени отсчет пошел начну с мормышки так как под берегом может стоять окунь мелкий или крупный и если я буду сейчас кидать на воблер то рыба может испугаться убежать поэтому в первую очередь буду пробовать ловить на мормышку а дальше уже прокидывать в облерку так захожу немножко вперед в эту траву так чтобы еще рыбу не испугнуть хорошие места мне сейчас нравится вот состояние водоема именно такое оно видно что рыба должна быть место достаточно ловистое такое везучие моё частенько этот ловил и окуня хорошего и щучку после тропары конечно x1 таким кажется но не поворотливым огромным как паренек блин не знаю сколько лет 12-13 так классно получается у него с этим парусным суденышком небольшим управляться в общем каждый себе находит занятия по душе кто-то спортом занимается кто-то на рыбалку ходит а кто-то на работу из шайнер одет уже маленькую джиголовку легкую легкую сейчас попробую еще пару забросиков сделать буквально три-четыре и перемещусь дальше какая-то травка это леска блин что за леска что тут у нас кто-то короче предатор использует на такую маленькую джиголовку его одел еще и так неправильно есть ой ничего себе охренеть поклевка и все исход или срез или сход срез да это щука была вот я и хотел проверить как она будет себя вести на этом спиннинге и просто срезала короче ну да это понятное дело но на мормышку взяла клюнула щука и фрикцион еще блин затянут был но к сожалению так бывает ладно щука здесь есть она клюет это самое главное раз перевяжусь по-быстрому и буду продолжать вообще щука насколько я знаю мормышку и вообще такие маленькие приманки берет достаточно аккуратно всегда за кончик прямо рта но это видимо взяла немного по-другому внешне вешать сейчас струну на этот спиннинг правда струна и мормышка но это вещи несовместимы поэтому я уже не буду прям так извращаться все-таки у меня еще есть x1 можно им пролавливать этот участок повторно но щука уже крынул накололась поэтому думаю второй раз она не отзовется блин был тычок кажется есть а опять тычок две поклевки подряд было да вот пожалуйста нет хвоста щука откусила приманку сейчас быстро меняю на такую же самую пробую доловить да вот приманку блин и крючок большой и но приманка такого среднего размера универсального рыба видать хвост бьет вот так вот сейчас она будет доловлена надеюсь была опять поклевка да что такое ах да вот зубы вот хвост весь покусан за хвост она хватает ну как ее доловить блин а делаю сейчас последнее время двойной подброс понравилась мне эта проводка она больше охватывает пространство тщательнее можно сказать пролавливает ну и рыба как бы клюет главное правильно вес подобрать что приманка зависала в толщине падала мертвым грузом хотя бы две-три секунды давать приманки при таком вот двойном подбросе раз два три а лучше четыре секунды падения должно быть такая была подтяжка небольшая вне тюк такой вот такая небольшая щучка ох и сошла сошла ну блин а почему почему ты сходишь а что-то не так что-то она делает не так как-то берет по кривому по косому два раза и рыбу подержал два схода аккуратный тюк такой был еле-еле чувствительный если был бы ветер было бы тяжело определить есть есть или нет зацеп все-таки зацеп ладно нас это идет там до ветка это было всего лишь ветка да все-таки на воблеры здесь не получается ловить так как хочется все-таки глубина там совсем другая на выбросе где-то три метра и заглублять до трех метров воблер и сразу упирать его в берег в бровку береговую это тупо а ловить пол воды мне как-то не кажется эффективным что там зацепил но не уверен что рыба была похоже больше на зацеп есть ну наконец-то блин давай не сойди только прошу тебя такая бодренькая да бодренькая полукилограммовая щучка не даешься ты мне сегодня вот как она берет вот за краешек губы буквально за краешек губы это для нее хорошо потому что она не пострадает и вот как у меня покусан хвост страшно просто вот такая вот красивая щучка буквально два часа рыбалки сегодня и ушла ладно все я буду ее ловить уже бегать считаю у меня было два схода один срез один сход несколько холостых поклевок и вот сейчас она уже клюнула нормально села я ее смог вывести вернулся просто на место на котором у меня были поклевки решил просто пробежаться думал что она как раз вот отдохнула за тот период пока меня не было там 15-20 минут и в том же месте примерно где произошли первые поклевки и она да и все на выбросе все поклевки происходят сегодня именно на выбросе у берега вот тут вот практически жизни нет все метров 20 в 30 на той вот 2 бровки уже которая идет в глубину там где уже нет растительности и щука там стоит и видимо поджидает свой потенциальный корм когда такая тихая погода и ничто не мешает хорошие классные проводки очень классно себе представлять что происходит под водой в момент того как приманка там парит и я скажу так когда ты представляешь себе поклевка вы думаешь вот вот это зависание она как раз такое которое понравилось щуке вот сейчас она где-то выскочит и атакует у меня было несколько раз такое что именно в такой момент и происходила поклевка аж даже дрожь брала из-за того что насколько это сработало насколько это эффективно вот сейчас как раз я об этом говорил и у меня происходит поклевка на зависание боже разве это не чудо скажите скажите разве это не чудо круто очень круто и вот она щучка вот она девочка пожалуйста хорошенькая такая красивая золотистая так что да надо короче думать о поклевке тогда поклевка произойдет ну и конечно же делать для этого все возможное все дружище давай спасибо тебе за поклевку ты просто меня счастливила правда счастлива давай приманка просто прокусана напополам вот так вот с этой стороны нет но она конечно вся изгрызана сейчас вся последний заброс я делал на тот камыш сейчас сделаю чуть чуть левее ну и так вот веером до конца потом дальше остается совсем немного времени буквально полчаса попробую еще кого-то поймать за это время главное правильно подобрать именно вес приманки чтобы она так 34 лучше 45 секунд она у нее должно быть свободного падения тогда вот такая вот щука будет клевать сказал и рыба клюнула это действительно необъяснимый момент такой который умом тяжело понять но так действительно и происходит когда ты думаешь о том чего ты хочешь и делаешь для этого все что можешь что получаешь именно это не хитрый такой давно уже известный факт опять была поклевка если бы добрала то так оно и происходит ой класс тоже такое второй раз уже начинаю говорить на камеру и у меня происходят поклевки рыбалка меня тоже видимо слышит и подтверждает мои слова вот она хорошая щучка вся такая примерно одного размера но достаточно бодренькая полкилограммовая щучка блин такие красивые вот пиавка вот на ней пиавка 1 то есть она достаточно неактивна и она покусана вот у нее следы от укуса может когда-то в молодости большая щука его покусала сейчас уже такие остались шрамы просто все дружище спасибо тебе большое спасибо что отозвалась на мои мольбы меня вот до сих пор манит это озеро своими окунями мне рассказывали что зимой здесь ловили на балансиры или там на еще какие-то приманки и со льда хороших окуней один за одним ну да давно уже не было на этом озере такого на который можно было бы выйти поэтому теорию это я не могу проверить но все-таки найти окуня мне очень хочется наверное я уделю один день какой-то поиску действительно вот поиску окуня пора уже почти собираться но еще буквально 15-20 минут я все-таки уделю рыбалки несколько точек пройду вот если отсюда видно от того берега и вот отсюда я прошел и вот мой результат трещучки несколько холостых поклевок несколько сходов вот такая вот рыбалка я очень доволен прекрасная погода штиль ровно ровное практически зеркало и закат вот это солнце отражает отражается от воды и чаще ездите на рыбалку действительно это очень круто 6 часов звонят в ближайшей сельской церкви это говорит о том что рыбалка скоро закончится солнце зашло и поклевки совсем прекратились видимо здесь в сельской местности у рыбы определенный режим сна и после захода солнца она уже не клюет ни разу здесь не удавалось мне вот по темному кого-то изловить в городе да в городе там подсвечивается вода фонарями и рыба себя ведет немножко по-другому щука клюет ночью а здесь все-таки наверное другое немножко у нее восприятие рыбалка моя закончилась на сегодня сейчас быстро скидываю себя весь этот акваланг и еду домой ближайшие несколько дней надеюсь выбраться на новые водоемы поэтому подписывайтесь на канал и следите за моими выпусками до скорых встреч